Ульяновский институт гражданской авиации возглавил Евгений Смольников. Новый ректор последние 19 лет руководил филиалом вуза в Рязанской области. Экс-глава института Николай Африкантов покинул пост по стечению пятилетнего контракта. За этот срок сделать удалось многое. Сейчас УЭГА занимает лидирующие позиции по подготовке 70% пилотов страны. Работа должна быть ритмичная, но мы должны готовить действительно высоких профессионалов. Прежде всего, профессионалов. Качество подготовки должно быть на очень высоком уровне. И второе, конечно, наши выпускники должны быть патриотами. Патриотами своей родины, своей страны. Первые шаги к развитию инфраструктуры института будут сделаны с поддержкой федерального центра. Речь о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для студентов. К проекту приступят в 2025 году. Двухэтажное здание вместит в себя игровые залы, спортивную площадку и футбольное поле. Здание с бассейном, с крытыми беговыми дорожками. Оно, конечно, будет такой точкой притяжения для студентов. И его реализация находится, и принятие решения по реализации этого объекта находится на очень высоком уровне. Также в фокусе внимания модернизация музея гражданской авиации. Ранее поступили в небюджетные средства на ремонт площадки и реконструкцию действующих экспонатов. В прошлом году удалось благоустроить прилегающую территорию, обновить дорожное покрытие. Сейчас перед рабочей группой стоит задача установить новый просторный павильон. К высоким показателям стремятся и в области пассажирских воздушных перевозок. Сейчас решается вопрос по включению международного аэропорта имени Карамзина в федеральную программу. По ней будет организована реконструкция перона. В прошлом году аэропорт встретил 600 тысяч пассажиров. Были открыты новые маршруты в Махачкалу, Калининград и Минеральные воды. Губернатор поставил задачу увеличить пассажиропоток до 1 миллиона в год.